Это программа День с Толком в студии Ирины Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Пока мост на ремонте, справится ли общественный транспорт с увеличением пассажиропотока? Конфликт между людьми и бизнесом. Как можно решить дурно пахнущую проблему в Первомайском районе? Трехрублевая монета стоимостью в 5 тысяч. В России выпустили новую монету к столетию Чуйского тракта. Еще один район Алтайского края Тольменский вошел в число муниципалитетов с пятым чрезвычайным классом горимости. Это означает, что риск пожара на территории района вырос до максимального. В региональном МЧС это объясняют погодными условиями. Солнечно-ветренно, осадков нет, а значит возгорание может произойти легко. В целом же обстановка в крае остается напряженной. В семи районах сохраняется четвертый класс горимости, пятый в 18 муниципалитетах. Славгороде и Барнауле также. Судя по предварительному прогнозу, на месяц жаркие солнечные дни будут преобладать. Это сохранит высокую пожароопасность, а еще вероятность засухи. Специалисты уже говорят о рекордно засушливой за всю историю наблюдений первой декады мая. Для высадки картофеля и овощей прогноз неутешительный. А федеральные синоптики включили Алтайский край в число субъектов, за которыми будут пристально следить как раз и за засушливой погодой. К другой теме. Московские трамваи вышли на линию в Барнауле. С сегодняшнего дня голубые вагоны перевозят пассажиров 4, 5 и 7 маршрутов. Напомним, в сентябре прошлого года столица России безвозмездно передала нашему региону 10 трамваев. Пять вагонов, которые произвели в Чехии еще в советское время, новую жизнь начали в краевой столице. Еще столько же в Бийске. Прибывшая партия не заменит барнаульские трамваи, а лишь дополнит действующий состав. Но перекрашивать вагоны в привычные для горожан желто-красные цвета не будут, рассказали в Горо-Электротрансе. После технического ТО каждый трамвай прошел обкатку. Обкатка – это когда в городе данные трамваи проезжают по 50 километров. То есть посмотрели их техническое состояние, исправны, неисправны. По какому профилю запускать. Есть понятие тяжелого профиля, который у нас находится на проспекте Красноармейском при спуске вниз, при подъеме по Заменогорскому тракту. Вот это называется тяжелым профилем. Подчеркнем, еще задолго до того, как трамваи прибыли на Алтай из Москвы, жители края жаловались в соцсетях на их состояние. Люди сравнивали голубые вагоны с теми, что курсируют сегодня по столице России, недоумевая, почему нам не отправляют такие же. Смогут ли барнаульцы отказаться от личного автомобиля в пользу общественного транспорта? Уже в эту субботу движение по мосту на новом рынке будет перекрыто. А значит, кому-то действительно, возможно, будет быстрее добираться на работу на автобусе. Только готов ли общественный транспорт к такой нагрузке? Об этом в нашем сюжете. Неизбежная близость или даже давка. Так можно описать поездку в городских автобусах. Плата за проезд периодически поднимается, но проблемы остаются. Морально устаревшие салоны, нерегулярность рейсов. А ведь новая схема движения в районе нового рынка, как неоднократно говорили чиновники, ориентирована именно на то, чтобы жители Барнаула пересаживались на общественный транспорт. Предположим, 30% автомобилистов города Барнаула пересели на общественный транспорт. Ну так для этого нужно увеличить количество автобусов. То количество автобусов на существующих маршрутов, даже там, где они составляют нормативы, оно и так заполнено. А там, где нет нормативов. И, кстати, давка, она уже в общественном транспорте наблюдается не только в часы пик. И в итоге, то есть, мотивации у людей пересаживаться на нормальный общественный транспорт, его нет. Потому что общественного транспорта нормального нет. В мэрии нам сообщили, что с перевозчиками проводятся рабочие встречи, в том числе по организации бесперебойной работы транспорта на период закрытия путепровода. Также в администрации заявляют, что перевозчики имеют достаточное количество исправных подвижных единиц, способных обеспечить работу общественного транспорта. И в случае увеличения пассажиропотока по муниципальным маршрутам число машин должно быть увеличено. Вообще, хотелось бы, чтобы в целом приоритет не только на период реконструкции путепровода, но и в целом в городе на все века был к общественному транспорту. Понятно, что к общественному транспорту есть вопросы. Это и регулярность, это и комфорт в тех автобусах, которые мы на сегодняшний день имеем. Но этот процесс взаимосвязан. При переходе пассажира увеличивается доходность на транспорте, там появляется возможность какого-то обновления. Также в мэрии напомнили, по муниципальным маршрутам проводятся открытые конкурсы. И по итогам предпочтение отдается участникам, закупившим новые автобусы для перевозки пассажиров. Но оценят ли жители города все прелести общественного транспорта, покажет время. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. А вот судьба лебедей, которые долгие годы располагаются на мосту на новом рынке, с начала ремонта объекта взволновала многих горожан. И вот стало известно, что лебединый вопрос обсудят за круглым столом в конце мая. Напомню, лебедь Андрюша когда-то появился благодаря его создателю Валерию Метелице. Позже его идею поддержали другие. И теперь на мосту целая лебединая семья. Это своего рода символ Барнаула. На мост уже неоднократно выезжали представители общественности и депутаты, чтобы обсудить, куда перенести птиц после того, как стартуют ремонтные работы. Конечно, ремонт моста повлечет за собой демонтаж этих конструкций. Рассматриваем различные варианты. Мне представляется, что все-таки судьбу лебедей должны решать и жители нашего города. И уже сейчас, после опубликования этой новости о том, что мы занимаемся этим вопросом, жители города пишут и в социальных сетях предлагают свои варианты. Кто-то желает видеть их в одном из городских парков. Желание приютить лебедей высказали учащиеся и сотрудники школы искусств «Традиция» во Власихе. Ребята из молодежного парламента предложили помощь в реставрации скульптур. Мы планируем следить за судьбой лебединого семейства и обязательно расскажем, куда в итоге его переселят. И к другой теме. На одну точку социального напряжения в Алтайском крае станет меньше. Найден конструктивный способ решить затяжной конфликт между людьми и бизнесом в Боровихе Первомайского района. Селяне много лет страдают от тошнотворного запаха с завода по производству костной муки. За помощью в устранении зловония люди обращались во всевозможные инстанции, к властям разного уровня, а также в СМИ и к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Его рабочая группа детально изучила вопросы и инициировала встречу, которая и дала зеленый свет в решении вонючей проблемы. Тема продолжит Елена Макаренко. С работы идешь, а же реветь охота. Вот так все выворачивай. По выходным тоже? И по выходным тоже. Громкой истории за пашком больше семи лет. Еще в 2015-м жители Боровихи объявили войну местному заводу по производству костной муки из-за смрадного запаха. Лето, жара, духота, и мы с закрытыми окнами. Дышать нечем абсолютно. С требованием избавить силу от воня к руководству предприятия, которое в нескольких метрах от жилых домов, люди сначала обращались самостоятельно. Позже писали жалобы местным властям, а потом и вовсе обнародовали проблему. Пригласили СМИ. Даже сами чиновники говорят, что нарушено то-то, то-то. И это все, ну как бы оно толком не рассматривается. Только за три последних года завод четыре раза навещали разные надзорные органы. Они вынесли с десяток предписаний. А в 2020-м по решению суда предприятие на месяц даже приостанавливало деятельность. Кто называет технический жир, кто называет просто биологический отход. Но вот этот продукт, он не учитывался ни в одной из систем. Справедливости ради отметим. Большинство нарушений завод устранил. Для этого на предприятии провели частичную модернизацию. Установили специальные фильтры и шлюзы. Но полностью от зловонного запаха боровиху это не избавило. Люди продолжали настаивать на закрытии завода. Но он обеспечивает работой несколько десятков человек и исправно платит налоги. Здесь не бизнес основан. У вас беда, там на жизнь. Три года назад инициативная группа жителей обратилась и к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. По его запросу в краевой администрации вице-губернатор Лукьянов провел совещание. Обсуждали, как костный завод соблюдает земельное, лесное и природоохранное законодательства. Через год был направлен очередной депутатский запрос на имя Лукьянова. Его суть – попробовать разрешить конфликт не с помощью карательных мер, а конструктивно. И вот, наконец, спустя полтора года, а за это время сменился и директор завода, и руководство района, первый шаг сделан. В администрации Первомайского района проходит встреча всех заинтересованных лиц. Здесь ваша помощь понадобится. Поэтому вопрос, у нас задача ключевая, чтобы предприятие работало. Мы же не злодеи, соответственно, предприятие работало, развивалось. Но чтобы и жителями у нас этот вопрос был разрешен. Участники встречи сошлись во мнении о переносе костного завода в другое место. Осталось найти такое, что совсем непросто. Новый участок должен отвечать санитарным нормам. То есть находиться не ближе, чем за тысячу метров от населенных пунктов и быть обеспеченным необходимыми коммуникациями и подъездными путями. То есть логистически вам вот это устраивает? Нам очень гениально. Если администрация района подберет оптимальный вариант, руководство завода готово комплексно модернизировать предприятие. По словам директора, это будет уже не просто цех по переработке, а завод замкнутого цикла. Мы увеличим не только объем производства, мы увеличим качество производства. Да, мы можем минимум в два, даже еще в разы увеличить количество рабочих мест. По подбору участков точно формального отношения не будет, потому что я прекрасно понимаю, что такое производство. Промышленное производство должно быть в Первомайском районе. Это, во-первых, прежде всего рабочие места, но оно должно быть обоюдно, скажем, выгодно и для предпринимателей, и для администрации, и для населения. Участники встречи готовы совместно искать новое место для завода. Для этого решено составить техническое задание, где будут прописаны требования к земельному участку. Мы все заинтересованы в том, чтобы бизнес работал и развивался, но не в ущерб интересам жителей села. Поэтому я предложил создать наблюдательный совет и в том числе включиться в эту работу в онлайн-формате, для того, чтобы мы могли обмениваться информацией и при необходимости подключаться в режиме взаимопомощи. Это такая первая конструктивная встреча. Мы ее оцениваем достаточно конструктивно. Следующая встреча, где уже представят варианты для переезда костного завода, пройдет через месяц. Мы будем следить за развитием ситуации. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком. Алтайским бизнесменам станет проще платить налоги. Для этого создан специальный сервис, который заработает со следующего года. Благодаря ему налогоплательщик будет формировать только один платежный документ в месяц. Подобная услуга сейчас доступна только для физических лиц. На сайте ФНС люди могут оплатить налоги практически в один клик. Что касается предпринимателей и бизнесменов, сервис для них пока работает в тестовом режиме. Но уже с 2023 года крупные компании, как индивидуальные предприниматели, смогут перечислять в бюджет обязательные платежи одним разом. Указать нужно только ИНН и сумму. Налоговики уже самостоятельно засчитают эту сумму в счет текущих платежей по налогам и взносам, либо в счет имеющихся недоимок. В настоящее время у нас в крае ежемесячно более 200 миллионов рублей платежных документов, платежей относятся на невыясненные только из-за ошибок, допускаемых плательщиками в реквизитах при оформлении платежных документов. Ну и соответственно эти суммы несвоевременно зачисляются в бюджет. К слову, в крае предостаточно должников по налогам. По данным на 1 мая этого года к их числу относятся 28 тысяч юридических лиц и 30 тысяч предпринимателей. Их общая задолженность перед налоговой службой – 15 миллиардов рублей. Отметим, такая сумма накопилась за несколько лет. Многие из должников даже уже успели закрыть свой бизнес. Новые памятные монеты поступили в Алтайский край. Решение об их выпуске Банк России принял еще в апреле. Серебряную монету посвятили столетию признания Чуйского тракта дорогой государственного значения. Пользуются ли спросом эта новинка и почем ее можно купить в Барнауле? Коллекционеры охотятся за новинками. Впрочем, Банк России периодически балует их, выпуская памятные банкноты и купюры. У многих давно в коллекции «Сторублевки», которые появились в канун Олимпиады в Сочи и чемпионаты мира по футболу 2018 года, проходившего в России. Из последних монетных новинок этого года – серебряная трехрублевая, выпущенная в мае Орден Победы, 25-рублевая с изображением памятника архитектуры в Татарстане и апрельская к столетию Чуйского тракта. Монета изготовлена из серебряного сплава 925-й пробы и отщеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. На реверсе монеты изображен памятник нулевой километр Чуйскому тракту. На фоне фрагмента карты и панорамного пейзажа дороги. По сторонам расположены деревья. Чуйский тракт проходит по территории Новосибирской области, Республики Алтай и нашему региону. Сейчас это популярнейший туристический маршрут. Кстати, по версии National Geographic, федеральная трасса – одна из красивейших на планете. Ей посвящен целый музей в Бийске. Что касается монеты, то ее тираж – 3000, и в коммерческих банках города она появилась. Монету с изображением Чуйского тракта уже желают приобрести коллекционеры. Но номинал ее – 3 рубля, соответственно, за данную стоимость ее приобрести невозможно. В продаже – за 5300. Конечно, любую монету, выпущенную после 1997 года, можно использовать как средство для расчета по ее номинальной стоимости, говорят специалисты. И эту тоже. Правда, они же отмечают, это было бы по меньшей мере странно, к тому же себе в убыток. Так что лучше просто хранить Чуйский тракт в серебре, ведь спустя годы его цена может еще значительно вырасти. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают врачи-пульмонологи. Каждый год они борются с болезнями гортаний, бронхов, легких и других органов дыхательной системы. Пациенты с наиболее сложными проблемами органов грудной клетки попадают на операционный стол к таракальным хирургам. Какие заболевания легких чаще всего диагностируют у жителей Алтайского края? И какие операции за последние годы стали проводить в этой сфере чаще? Об этом расскажет София Яценко. От плеврита до фибромы. На операционный стол таракальных хирургов 5-й горбольницы попадают самые тяжелые пациенты со всего Алтайского края. Чаще всего здесь борются с туберкулезным плевритом, опухолями легких, в том числе на плевре, оболочке. В общей сложности врачи проводят около 600 операций в год. Так, пациенту с новообразованием в легком после первой диагностической проводится ретеракотомия. Повторная операция со вскрытием плевральной полости по уже имеющемуся шву. Ее сложность в том, чтобы не повредить легкое при удалении опухоли. К слову, в Барнауле стали чаще оперировать и пациентов с образованиями и гиперплазией вилочковой железы. За последние 7-8 лет их число выросло в 10 раз. Светила медицины, профессор и доктор медицинских наук, пульмонолог Яков Наумович Шохет взрастил много специалистов. Благодаря его научным работам уровень пульмонологов и теракальных хирургов в крае выше большинства регионов России. Пульмонология – это важная очень область. Особую важность эта сфера приобрела в период пандемии, когда врачи сутки напролет боролись за каждый вздох пациентов. Мои коллеги, конечно, молодцы. Правда, они меня не пустили, сказали, будем сохранять вас. Но сами они, конечно, молодцы, они четко знали, как делается. Категория их мозгов, она высокая. И поэтому они, в общем-то, сделали очень много для того, чтобы многих спасти в этой больнице. К слову, из-за пандемии увеличилось число запущенных случаев болезни и недиагностированных пациентов. На сегодняшний день эпид-обстановка стабилизировалась, а значит, у врачей появилось больше возможности вернуться к сложным пациентам. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнауле продолжают выбирать территорию, которая благоустроит в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сейчас в голосовании лидирует «Зеленый сквер» на площади Октября, «Сиреневый бульвар» за улицей Попова и парк культуры и отдыха «Центральный». Старейший парк Барнаула – одно из любимых мест барнаульцев, и это подтверждает голосование. Центральный в тройке лидеров конкурса. Он набрал уже больше двух тысяч голосов. Сегодня этот парк является точкой притяжения для наших жителей. Здесь собираются люди, семьями отдыхают, проводят время. Парк находится в очень удобном историческом месте, фактически в центре тур-кластера нашего города Барнаула. Неизвестно, станет ли парк победителем, но он точно нуждается в серьезном обновлении. Необходима реконструкция фонтана, замена плиточного покрытия и новое освещение. Существуют идеи дополнительной прокладки благоустроенных пешеходных аллей в южную сторону, от фонтана в сторону реки Барнаулки. Существуют идеи по комплексному благоустройству, по созданию набережной, двухсторонней реки Барнаулки с новым пешеходным мостиком. Это парк, в котором традиционно проводились и сейчас проводятся практически все районные, городские мероприятия. Поэтому мы рассчитываем на поддержку не только жителей центрального района, но и жителей города Барнаула. Проголосовать за парк центральный или другой уголок Барнаула, который ждет преобразования, горожане могут до 30 мая на странице загородсреда.ру или на официальном сайте Барнаула через виджет общественного голосования госуслуги «Мой выбор, мое будущее». Кроме того, в помощь барнаульцам волонтеры. Они помогают людям оставить свой голос за один из объектов благоустройства по трем адресам. В торговых центрах «Пионер» и «Галакси», а также в ФСЦ по «Ленина-6». Дмитрий Дроздов, День с толком. В Баевском районе прошел краевой турнир по шахматам. В интеллектуальном бою сошлись совсем юные дети. Некоторые из них еще даже не ходят в школу. Оказывается, сегодня шахматы вновь набирают известность. Да, классическая игра не в моде, а вот «Блиц» популярен как никогда. На турнире по быстрым шахматам побывала Анастасия Наборщикова. Знакомьтесь, Артем – будущий гроссмейстер и чемпион мира по шахматам. Цель его амбициозна, но и логика железная. Бои все вдумчивые. Сегодня первоклассник на соревнованиях в селе Баево. Из Барнаула он приехал, чтобы обыграть ребят из Мамонтово, Завьялова и Панкрушихи. Всего 10 делегаций. 62 игрока разыграют 4 комплекта медалей. Обладатели золота схлестнутся за звание абсолютного победителя. Тогда я выничаю, пешечку сожру, потом, чтобы корняшку заберу, а потом мы сыграем так вот и выиграем пешечку. И все. В прошлом году Федерация шахматов Алтайского края выиграла президентский грант, направленный на то, чтобы открыть детский шахматный клуб сельский именно в семи районах Алтайского края. Когда мы заходили в район, мы видели, что там вместо пешек, там пробки. В списке есть Благовещенский, Советский и Романовский районы. Сегодня проект охватывает более 10 тысяч школьников, половина из них ученики младших классов. Первый шаг – привлечь сразу 8%, а это 420 детей. А вы знали, что правильные шахматы развивают моторику? По правилам, говорит Артем, одной рукой нужно сделать шаг и остановить время. Поэтому мальчик любит тяжелые фигуры. Здесь все как надо, даже часы, как у мировых гроссмейстеров. Нужно развивать мышление, нужно думать. Хотели выработать внимание, усидчивость. Поэтому другими видами спорта тоже можно параллельно заниматься. Ты постоянно вьешь во время игры, тебе это как-то помогает? Нет, просто я иногда, если я вот так вот стучу, у меня какие-то мысли приходят в голове. Пожарить, допустим, ферзя, а потом выиграть ладью, ладью и коня. Это 13 пешек. Такая заготовка принесла победу. В своей возрастной группе Артем взял золото. Правда, абсолютным победителем стал игрок из Мамонтова Денис Майер. Его команда по итогам турнира оказалась самой титулованной. Елена Кузовкина, Анастасия Наборщикова, Алексей Фридин. День с толком. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok